Музыка Благодарный Тебе, Господь, что Ты обратил Своё лицо, Господь, и Ты пожелал добра каждому из нас. Пожелал, Господь, нам знать Тебя, понимать Твои принципы, понимать то, как мы можем к Тебе приблизиться. Сделай нас мудрыми, дай нам сердце мудрое в этом мире, Господь, чтобы мы отличались от этого мира, Господь, чтобы мы несли Твое Слово и были похожи на Тебя в том, что мы делаем, и в том, как мы поступаем в наших действиях. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Итак, на прошлом занятии мы с вами коснулись частично таких понятий, как периоды существования человечества. Мы говорили, что с точки зрения Писания таких периодов было три. Это был период, когда человек жил до закона. То есть человек в своих действиях, во взаимоотношениях с Богом, он не руководствовался каким-то прописанным законом, каким-то сводом, уставами или чем-то подобным. Человек руководствовался совестью. И в зависимости от того, что совесть его побуждала делать, он так и поступал. Таким образом он благодарил Господа, приближался к Нему, грешил перед Ним. И таким образом человечество получало либо благословение, либо наказание от Господа. И мы читаем о людях, которые погибли во времена Ноя. Мы знаем, что не было никакого закона, но тем не менее пришел суд Божий на то, что человечество сделало. Спустя определенное время Бог дарует одному из народов земли, еврейскому народу, свой закон. Закон уникальный, закон совершенный. Закон, который предписывает людям, как именно человек должен приходить и приближаться к Богу, как он должен участвовать в своих материальных даяниях, то есть что конкретно делать, кому, когда, где и так далее и тому подобное. И с той поры человек не мог просто так, как он себе захотел, представил или привык делать раньше, приходить к Богу или приносить какие-либо жертвы. И третий период — это период Нового Завета, в который мы с вами сейчас живем. И мы говорили о том, что здесь Бог вступает, можно так сказать, на двух уровнях взаимоотношений с человечеством. Этот период, в котором мы находимся, отчасти похож на период до Синайского договора, потому что Бог по-прежнему ищет личных взаимоотношений с человека. И наша с вами совесть, она также принимает в этом активное участие. Но также есть определенная ответственность за народ, за тело Христа, за тело верующих, в которое мы с вами помещены. И мы начали с вами разбирать понятие подарка или дара. Для чего нам это важно понимать? Потому что все же, когда мы говорим о какой-либо форме материальной благодарности, или, скажем, материально выраженной благодарности в сторону Господа, мы говорим о дарах, мы говорим об определенной жертве или об определенном подарке. И мы с вами рассматривали принципы, которые используются при дарении подарков. Мы говорили, что через свои дары человек выражает свое отношение. Подарки умеют разговаривать. И если подарки не разговаривают, то есть если сказано слишком мало или слишком слабо, то это тоже послание. То есть через подарок можно сказать о своей любви, можно сказать о своем презрении, можно сказать об уважении или почитании, а также можно сказать о том, что ты мне не важен абсолютно, и я не собираюсь относиться к тебе серьезно. И мы говорили о том, что не всякий дар, он может быть принят. Иными словами, мы можем принести нечто Господу, но Бог не является тем, кто обязательно должен принять наш дар. Иначе получается, что мы можем контролировать Господа своими дарами. Мы берем что-нибудь, приносим, говорим, это тебе. Но может быть Богу не нравится этот дар. Может быть с точки зрения Господа эта жертва или какое-то даяние, оно является нечистым. И когда мы смотрим Синайский завет, мы можем увидеть очень много таких примеров. Бог, он описывает то, как должна выглядеть жертва, как она должна быть принесена. И вы помните, что на Песах весь израильский народ пытался найти ягненка. Этот ягненок должен быть особенным. Он должен быть молодым, он должен быть вот такого-то размера, ну имеется в виду в таком-таком состоянии, он должен быть чистый, на нем не должно быть порока и так далее, и тому подобное. Именно этого ягненка нужно было принести. Нельзя было приносить цену пса, цену блудницы, нельзя было приносить какие-то нечистые вещи. Иными словами, ты не можешь украсть где-то, принести это в церковь и сказать, вот это тебе Господь специально украл для тебя, чтобы тебе было хорошо. Так не работает. Такие жертвы не принимаются Господом. То есть, иными словами, даже если дар является ценным для меня, с моей точки зрения, это не значит, что он автоматически приобретает важность и ценность в глазах Господа, и Бог обязан его принимать. И мы должны понимать, что принятие или неприятие, принятие зависит от нашего с вами сердца. То есть, для Господа очень важен мотив, с которым человек приносит какое-либо даяние. С каким настроением, с какой душевной, можно так скажем, направленностью произносится та или иная молитва, прославление, действие. И мы помним, когда Ишуа учил, наставлял в Нагорной проповеди, он говорил, что когда вы молитесь, вы должны молиться не так, чтобы все видели. Когда вы поститесь, вы тоже должны совершать эти посты не таким образом, чтобы все ходили за вами, хлопали и говорили, «Ай да молодец! Мы просто восхищаемся тобой! Какой ты прекрасный человек!» Потому что здесь он говорил о том, что на самом деле, поступая таким образом, ваше сердце, оно показывало, что вы ищете не Божьего, вы ищете для себя. В центре такого даяния, друзья, всегда находится человек. Вы должны это помнить. Каким образом? Я приношу тебе для того, чтобы мне было хорошо. Уловили, да? Я даю десятину, потому что я хочу, чтобы ты вернул мне в 30, 60 и 90 крат. Кто в центре? Совершенно не Бог. Я хочу, я ставлю, я делаю вклад, я инвестирую на свой небесный счет, как говорят некоторые. Я там кладываю, чтобы оно именно там где-то было и прочее, и прочее, и прочее. То есть во всем этом стоит человек. Два человека разных, совершенно разных, могут внешне сделать два одинаковых поступка. Но вы знаете, что при этом они по-разному будут выглядеть в глазах Господа. Помните историю о мытаре и фарисее, которые пришли в храм молиться. Оба упали и начали молиться. Если мы посмотрим внешне, то это два человека. Один был просто одет как благочестивый фарисей, а другой был одет как мирской человек, как мытарь. Человек, который служит оккупационным властям и который собирает пошлины с еврейского народа. Но Бог еще освещает их внутренность. И он говорил о том, что мытарь, он был принят Господом, несмотря на свое внешнее, возможно, на свой внешне стереотипный образ. И фарисей, даже будучи красиво выглядящим человеком, его молитва не была принята. Он не был угоден Господу, потому что внутри себя он имел неправильные мотивы. То же самое, когда мы смотрим на жизнь Каина и Авеля. Помните, да? Было два брата, принесли каждый из них жертву. И одного Бог принял, а другого не принял. И дело не в самих приношениях, а в том, с какими мотивами и отношениями их принесли. Итак, мы говорили с вами о языческом подходе, подводя просто-напросто итог. Дар может являться тем, что указывает на наши отношения, любви, благодарности, зависимости. И в этом может выражаться наше чистое стремление служить Богу. Но также дар может быть продиктован нашим желанием заслужить или получить что-то взамен. То есть, иными словами, всегда смотрите на мотив. И языческие народы, языческое мышление — это дать что-то, чтобы получить что-то большее для себя от какого-то божества или от кого-то могущественного. Итак, сейчас мы немножко рассмотрим более детально каждый из этих периодов. Мы будем с вами идти, может быть, достаточно быстро, поэтому записывайте. Мы говорили о периоде до закона. Итак, закона нет. Нет четких правил, по которым человек должен приносить жертвы. Более того, даже нет какого-то упоминания о том, что жертвы надо приносить. Ведь, согласитесь, когда мы читаем о Каине и Авеле, мы нигде не видим, что Бог их позвал в стороночку где-то в рощу и сказал, «Знаете что, если вы хотите со мной иметь взаимоотношения, приносите мне что-то». Идея не была исходящей от Господа. Но в какой-то момент мы видим, что два этих брата принимают решение. Они хотят принести в дар, в жертву нечто, то, что они имеют, то, что для них является важным, для Господа. И мы видим, что идея Каина, она фактически сохранилась до нашего времени. Вот тебе, Боже мой, дар. А ты, пожалуйста, если не хочешь мне помогать, так хотя бы не мешай. И, в общем-то, мы на этом можем ограничивать наши взаимоотношения. И плохими являлись не сами дары, но те мотивы, с которыми Каин пришел со своей жертвой. Очень интересно, что когда мы рассуждаем об Авеле и его мотивах, очевидно, видно, что Авель не пошел путем своего брата. Хотя, знаете, не очень много описано об этом, не очень много Библия рассказывает об этой истории. Тем не менее, в послании к евреям, 11 главе, 4 стихе, мы читаем следующее. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Смотрите, иными словами, в чем-то было отличие жертвы Авеля от жертвы Каина. И здесь, в 11 главе Евреям, 4 стихе, мы читаем о том, что Авель, принося жертву, он приносил ее, будучи движим верой. И здесь есть очень интересное понятие. Написано в Бытие, 15 главе, 6 стихе, «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». И здесь вот то, что мы сначала читали в Евреях, 11 стихе, что Авель, благодаря вере, продолжает даже после смерти своей говорить еще. То есть вера, она может говорить, даже после смерти. И Евреям, 11 глава, 6 стихе, это идет дальше в той же главе, написано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Итак, смотрите, друзья, многие приходят к Богу и приносят дары, и внешне эти дары выражают свое отношение к Богу. Но на этом примере мы можем увидеть нечто. Бога не интересуют внешние проявления, даже выраженные в форме принесения даров. Бог показывает свою заинтересованность во взаимоотношениях с человеком. Бог хочет видеть веру. Можно принести дар без веры, согласитесь. Правда? Ты веришь, что тебе поможет? Не верю, но, в общем-то, да что мешает? Положу, да? Положу где-то там в церкви, а вдруг поможет, по крайней мере, мешать не будет. Положу еще где-то в синагоге, потом положу еще в мечети, и потом еще зайду в какие-нибудь языческие храмы. В принципе, я в них особо не верю, во все эти потусторонние силы, но пускай себе будет. Может быть, они будут расположены ко мне, и что-то будет происходить хорошее в моей жизни. Итак, без веры, без веры невозможно приносить жертвы таким образом, чтобы человек угодил Господу. без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. То, что мы читали Евреям 11.6, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Итак, сегодня мы говорим о том, что Авель имел эти отношения. Ни ему, ни Каину не нужна была особая вера в существование Бога. Они оба точно знали о его существовании, но один из братьев нуждался в этих взаимоотношениях с Богом, а другой не нуждался. Один принес, потому что он хотел, потому что он понимал, что ему важно иметь связь с Богом. Другой принес на всякий случай, потому что он видел, что Бог могущественен. Когда-то мой папа и мама жили в Эдемском саду, сейчас он нас выгнал, мы видим ангелов, мы видели, как это всё происходило, мы видели, ну, как бы это всё рядом. Вы понимаете? Ну, вообще это очень рядом. То есть история сотворения мира для этих людей, она была очень близка. Они знали, что есть Бог. Но один хотел иметь с ним взаимоотношения, другой хотел иметь определённый бизнес с ним, определённые деловые отношения. И мы видим, что Бог не принимает. Но интересно, смотрите, что Бог, он не говорит Каину о том, что плохо, что ты мне принёс эту жертву. Он обращает внимание на его сердце. Он говорит, у дверей твоих в сердце грех лежит, ты господствуй над ним. То есть есть проблема у тебя в сердце, старайся переступить через эту проблему, старайся по-другому смотреть на этот мир, на эти поступки. Итак, спустя некоторое время история приводит нас к человеку, которого мы знаем как Ной. И Ной сам по себе также не имел закона. Всё то, что происходило в эпоху Ноя, оно происходило на основании закона совести. Ну, имеется в виду, не имел закона в контексте записанного и прописанного, и оформлено каким-то надлежащим образом. И мы читаем о том, что мир, он был наполнен грехом, и Бог посредством потопа уничтожает почти всех людей. В живых остаётся семья Ноя. И когда уже всё прошло? Вот позади остались самые тяжёлые времена. Ной выходит из Ковчега. Ной выходит из Ковчега. И Ной выражает свою благодарность Богу тем, что строит жертвенник. Ной построил нечто похожее на... Ну, мы не знаем конкретно, как это было. Он не проходил какие-то курсы жертвенника строения. Бог не описывал о том, что этот жертвенник должен быть построен из 12 камней. Тогда цифра 12, она даже не звучала, потому что это было позже, намного позже. И на этом жертвеннике он приносит Богу жертву благодарности за то, что Бог уже произвёл в его жизни, а не за то, что он будет производить. И согласитесь, было бы очень грамотно перед потопом принести грамотную жертву, правда? Тем более, что все животные погибнут. Можно было не скупиться. Можно было набрать столько, сколько нужно. И знаете, так уже, чтобы наверняка именно так хорошенько именно принести жертвы, чтобы потоп прошёл хорошо. Но мы видим, что Ной не поступает таким образом. Он заходит по Слову Божьему, он переживает этот период, и только по выходу из ковчега он решает поблагодарить Господа за то, что он уже сделал в его жизни. И вы знаете, что Богу очень понравилось то, что он сделал. Бытие, 8 глава, 21-22 стих говорит. «И обонял Господь приятное благовухание, и сказал Господь Бог в сердце своём. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Мы понимаем, что Бога привлёк не запах шашлыка, валёного мяса, но Богу было приятно сердце Ноя, с которым он принёс эту жертву. Так же, как и в первом случае с Авелем, Ной дал своему чувству найти выражение в служении Богу через принесение каких-то даров для него. То есть Ной выразил свою благодарность, Ной показал, что «я благодарен тебе, я хочу почтить тебя, ты так хорошо поступил со мной, ты спас меня, я вижу чудо, которое ты произвёл, я не собираюсь располагать тебя в будущем, я вижу, что ты расположен ко мне сегодня, ты был расположен ко мне вчера, и я просто говорю тебе большое спасибо». Согласитесь, это не взятка в том понимании, когда человек, например, даёт взятку. То есть что происходит вот в наше время? Тебе нужно, например, какое-то расположение человека, врача, например, да? Ты приходишь заранее в кабинет, и ты договариваешься, и ты кладёшь конверт. Почему? Потому что ты хочешь быть уверенным, что завтра, когда ты заснёшь на операционном столе, то ты проснёшься к вечеру в здравии, и всё пройдёт хорошо. Что человек просто сделает свою работу, за которую он и так получает финансы. Но ты хочешь быть точно, точно уверен. Поэтому для тебя важно узнать цену, важно правильно дать эту взятку, да? Узнать, чтобы не было мало, потому что вдруг он обидится. Или узнать, чтобы не было много, потому что ты не хочешь насильно, так уж прям уж его быть, сильно уж благодарным. Лучше в меру. И так, здесь даже близко нет подобных моментов. И Бог очень высоко оценивает вот это стремление Ноя по отношению к себе. И мы с вами, между прочим, имеем часть в этом радостном действии, потому что Бога настолько сильно это коснулось, что Он говорит, «Между прочим, не буду больше уничтожать землю потопом». И я даже вам дам подтверждение. Радугу, которую будете видеть, это будет этим знамением, этим знаком того, что я помню об этом, что человечество дорого для меня. Мы с вами видим радугу. Согласитесь, это Божье благословение. Это была Божья реакция на жертву одного человека когда-то очень, очень и очень давно. Вы видите, как это распространяется через поколение, благословение от Божьего расположения. Итак, вот такая история была в жизни Ноя. И следующая история для нас тоже очень важна. Она описана в Бытие 14 главе с 17 по 24 стих. И мы с вами сейчас попробуем это место прочитать. Итак, Бытие 14, 17, 24. Находим. Речь идет об Аврааме и таком царе, которого называли Мелхиседек или Мелхиседек, царь Салимский. Когда он возвращался, имеется в виду Авраам, после поражения Кедорлаумера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть и всего. И сказал царь Содомский Аврааму, «Одай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимай руку мою Господу, Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, что бы ты ни сказал. Я обогатил Авраама». Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащие людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Итак, напоминаю, что мы рассматриваем с вами период до какого-либо закона, то есть имеется в виду фиксированного, прописанного и регламентированного закона. Пользуются сугубо законом совести, сугубо того, что Бог полагает им на сердце. И мы видим, что это первое упоминание о таком понятии, как десятина. Следует сказать, что десятина — это не было изобретение Авраама, потому что понятие десятины было известно также в Месопотамии в те периоды. То есть это была такая практика, когда человек выражал свое почтение, свое уважение через то, что он отдавал определенную часть, а именно десятую часть своей добычи, тому, кого он уважал, то есть тому, кого он почитал. Это мог быть его царь, это могло быть какое-то божество или кому-то, кто являлся для него благословением и защитой. И иными словами, тот, кто отделяет, он признает, что все приобретенное им получено в дар. И этот человек выражает благодарность Творцу, Источнику всех благ. И очень интересно, что когда Авраам отдает десятину от своей военной добычи, он признает, что победу ему даровал именно Всевышний Бог, чьим священником был царь Салема. Поэтому он и передает ему десятину. То есть есть священник, который представляет собой Господа. Мы понимаем, что сам по себе священник не является Господом, но в почтении к Богу, которому служит этот священник, Авраам отдает ему принципиально десятую часть. И мы не читаем о том, что тот его просит, тот говорит ему, давай ко мне быстренько соберись. Ты помнишь, что делают правильные люди для того, чтобы поблагодарить тех, кто был с тобой, кто молился за тебя и так далее? Абсолютно нет. И в этот раз человек не приносит дара в том привычном для нас виде. Животное, вы помните, да, что обычно до этого времени приносили животные, приносились какие-то произведения рук человеческих. Плод земли, как в случае с Каином. Человек приносит в дар имущество, причем он передает его священнику, выражая свою зависимость к Богу. И основная идея, я признаю о том, что вся моя победа, весь мой успех зависит от Бога. И мы больше не увидим таких боевых побед Авраама. И Авраам больше не встретится с Малыхцедыком. Мы не сможем найти упоминание о том, что каждый год или раз в месяц Авраам отдавал со следующей своей победы десятину Малхицедыку. И тот слал ему благодарственные письма и говорил, все, я получил, спасибо, храм построили и сделали это или это. Вот мы уже там дорогу вымастили и двор выстроили. Абсолютно такого нет. Это разовое действие, которое произошло. И все, кто находился на том месте, они не протестовали. Мы не видим, что люди говорили, как, что вы такое о себе задумали. Это 10%, которые мы хотели бы потратить на себя. Да, ведь наши семьи нуждаются, мы рисковали жизнью и прочее, и прочее. Нету такого. Авраам принимает решение, он отдает, и Малхицедык он принимает. И очень важный момент. Материальные блага. Итак, давайте попробуем подытожить, что мы видим с самого начала. Мы видим Каина и Авеля. Это первое упоминание о дарах Богу. Буквально спустя очень короткое время, после того, как человечество было создано. Мы видим Ноя. Первое принесение жертвы всесожжения. После потопа. Мы видим дальше Авраама. Первое упоминание десятины. После победы над царями. И у нас сейчас нет возможности с вами разобрать подробно, но если вы посмотрите на жизнь Исаака, вы увидите, что также у него было желание отдать нечто во славу Господа после материального благословения. Также Иакова. Мы видим первое место, где мы встречаемся с обетом со стороны человека. После того, как Бог возобновляет завет, который он заключил с Авраамом, Исааком и Иаком. Он обещает нечто Господу. Уже другое дело, сделал он или не сделал. Но мы видим стремление человека. Мы видим стремление выразить свою благодарность с принесением чего-то материального. Вы понимаете? Они понимают, они все понимают, что я имею это только потому, что ты мне это дал. И я хочу показать, что я тебе благодарен. И мы можем почитать также о Моисее, который выражает свою благодарность после одержанной победы. Все эти действия, как мы с вами говорили, происходят до закона. То есть когда жертвы, приношения и обеты не были регламентированы. И люди, которые совершали эти поступки, они были движимы только своим желанием выразить зависимость и признательность или благодарность. Итак, есть ли вопросы кратко по этому периоду? Кратко. Да. Вот даешь пример, приносить жертву с верой. Как надо верить? Как надо верить? Ну, что именно верить? Что ты даешь и так, и так. Но как надо верить, когда ты вот хочешь правильно верить? Как правильно верить, когда ты приносишь жертву? Очень хороший вопрос. Ты как думаешь? Ясно, что благодарность... Ну, благодарить тоже надо с верой? Основная идея. Я верю, что Бог является Господином всего. Я верю, что Он дает мне. Я верю, что я не покупаю Его. Я верю, что все, что я приобрел, это благодаря Его силе, способностей и дарам, которые Он вложил в меня. Я благодарен Господу. Это если так вот по-простому говорить, какими-то базовыми понятиями. Я благодарен тебе, Господь, что ты дал. И я хотел бы отдать тебе. Я знаю, что я не сделаю тебя богатым. Вера — это фактически уверенность в определенном. Благодарю за то, что ты мне дал. Благодарю, что ты в моей жизни. Благодарю, что ты не оставляешь меня. Благодарю, что ты будешь со мной и в будущем. И почему ты будешь? Не потому, что я дал, а потому, что ты любящий, что ты принимаешь меня. Можно ли благодарить без веры? Ну вот, смотрите, как бы это можно было бы перенести на какие-то другие понятия. Спасибо тебе. Что? Без веры? На всякий случай. Да, можно. На всякий случай. С такой же степенью, знаете, люди прибивают свои иконки на торпеду и ничего не меняется в их жизни. И что? Или крест носят, золотой еще желательно с акробатом, чтобы там, знаете, так вот именно. А что? Ты вроде как бы типа делаешь благодарность Богу, да, что я есть у Него. Подгружение. Ну как-то так, да. Но на самом деле вера без взаимоотношений, она теряет свойств. Она теряет вот эту основную связь. Вера без стремления иметь правильные взаимоотношения. Написано, что бесы, они тоже верят, но трепещут. Вера должна выражаться в определенных делах. Окей. Хорошо. Теперь мы поговорим кратко о периоде Синайского закона. Не быстро для вас? Хорошо. Поговорим о периоде Синайского закона. Итак, Бог выбирает для себя народ, особенный народ. В пустыне Он его создает как нацию и дает им справедливые постановления. Второзаконие, 4 глава, 8 стих говорит. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? И если вы посмотрите внимательно на Синайский завет, вы увидите очень много милости Божьей, очень много справедливости, потому что окружающие народы, окружающие Израиль народы, они совершенно по-другому относились к малоимущим людям, к сиротам, к вдовам. Одно, вот то, как выглядел закон о земле и наследстве, чего стоит. Законы касательно рабства, касательно того, что еврей фактически, он отпускался через очень короткое время, и то рабство, оно даже близко не было похоже на общепринятое в том мире рабство, когда человек полностью навсегда терял себя, свое будущее, семью и так далее и тому подобное. Закон был милостивый. И Левит 26 глава, 11-12 стих говорит следующее. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Бог утверждает для них место поклонения. То есть человек в своем стремлении выразить благодарность Господу, он не должен был приносить жертву там, где он хотел, на своих условиях, так, как он хотел и что он хотел принести. Бог описывает все, как должно происходить. 26, 11, 12 Левит. На этом закончился период, когда Израиль поступал так, как ему казалось правильным. Второзаконие, 12 глава, 8 стих говорит. «Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильно». То есть там, в обитованной земле, вы не можете делать то, что вы себе решили, что это правильным, и именно так мы будем поступать. Бог абсолютно не выносит суждений относительно предыдущего периода существования человечества. Бог не приходит и не говорит, «Кстати, вы мне надоели со своими жертвами, хочу, чтобы был порядок, требую порядка, значит, вот это все отменить, а вот это теперь вот так». Абсолютно нет. Бог не говорит о том периоде. Он просто объясняет новые правила, новые постановления. Он объясняет новый путь, как человек может приближаться к нему. И он просто провозглашает, что в будущем человек не может и не должен поступать так, как он считает справедливым. Понимаете, в чем разница? Раньше ты мог поступать как хочешь, с этого момента ты не можешь поступать так, как тебе придет в голову. Теперь каждый человек, с которым Бог вступает во взаимоотношения, является частью или представителем народа. И судьба каждого еврея неразрывно связана с судьбой народа. Мы с вами прекрасно понимаем, что понятие народ или государство – это более сложная структура, чем семья. Правда же, управлять семьей намного проще с точки зрения политики, с точки зрения государства. И многие люди, которые абсолютно ничего не понимают в политике или в том, как быть, например, президентом или даже царем, или премьер-министром, без проблем критикуют правительство. И говорят, вы такие, вы всякие, одни бараны, что вы не можете там сделать, а почему мы и так далее, и так далее. Совершенно не понимая, насколько это сложно, насколько это большая проблема. Эти люди не могут сами и порой вылезти из каких-то примитивных долгов, из каких-то принимают абсолютно неправильные решения в вопросах, которые касаются 100 гривен, но они специалисты в международных отношениях, в политических каких-то мнениях и тому подобное. Мы понимаем, что само по себе государство намного сложнее, чем семья. И Бог дает закон, где Он четко определяет форму поклонения человека, учреждая институт священства. То есть была утверждена Богом определенная форма. Он говорит о том, что должен быть храм, место, куда человек должен принести то, что он хочет отдать Господу. Он должен взять это и передать определенному человеку, который должен с ней поступить определенным образом. То есть целая структура, которая раньше не была нигде, появляется в Израиле. Бог определяет людей. Хочу сказать, что, возможно, Левий не совсем понимал, или, скажем так, Левий и не догадывался, выходя из Египта, что ждет в будущем его колено. Может быть, он тоже мечтал о том, что получит вместе со всеми кусок земли, наравне и так далее, и так далее. Но Бог выделяет для себя это колено для определенной цели. Хочу сказать, что избрание происходило Богом, но не Левиты выбирали сами себя. Они не пришли к Моисею, не сказали, слушай, есть тема. Давай мы придумаем священство. Мы будем жрецами, а ты будешь получать какой-то процент от этого. Мы будем все скидываться, ну как это бывает в некоторых, знаете, продвинутых, так скажем, в скобках продвинутых организациях под названием церковь. Ну то есть давай мы будем что-то делать такое. Смотри, 2 миллиона человек, ну самое дело с них поиметь какие-то финансы. Мы, короче говоря, будем за Бога отвечать, а ты будешь тут вот всех убеждать чудесами и знамениями и так далее, и тому подобное. Абсолютно не было такой глупости ни у кого из них в голове, потому что они понимали, что Бог живой, вот он рядом. Мы видим его присутствие днем и ночью. Это Бог не просто суровый, он такой суровый, что может поставить всех на место и аж бегом. Они помнят Египет и помнят все то, что происходило. Но сама идея, смотрите, в чем. Бог избирает институт священства. Они не нанимаются, они не выпрашиваются, они не пытаются заработать на этом какие-то финансы. И мы понимаем, что даже с материальной точки зрения они входят в зону риска. Потому что если обычный израильтянин, он имеет кусок земли, то эти земли не имеют. А в аграрном обществе это быть достаточно в рискованном положении. То есть человек, он зависит от других людей. И я хочу вам сказать, что если всю свою жизнь ты работаешь священником, то поверьте, скорее всего, аграрий из тебя никакой. Скорее всего, в этих вещах ты не сильно разбираешься, потому что большую свою часть жизни ты потратил именно на другие вещи. Это то же самое, друзья, когда человек находится в служении даже в наше время. Вы должны понимать, что такой человек, он отказывается от карьеры. Он отказывается от того, чтобы быть реализованным в обычном понимании этого слова, в большинстве своем. Такой человек строит всю свою жизнь вокруг того, чтобы быть в определенном смысле мостом между человеком и Богом. То есть левиты или священство, оно находилось как раз в таком положении. Они брали нечто у человека и помогали человеку приблизиться к Господу. Для этого они имели ответственность в чистоте, святости, в правильном хождении и в богобоязненности. Итак, Бог четко определяет форму поклонения человека, учреждая институт священства. И он предусматривает его бюджет. Он не просто говорит, ну теперь крутитесь, придумайте, как это должно выглядеть. Давайте проведем какой-то тендер, референдум и что-то подобное, и мы решим, как этих левитов нужно содержать. Абсолютно нет. Он сам говорит, как должно быть это реализовано. А также он находит источники финансирования всего происходящего. И после перемены мы немножко больше разберем эти вопросы.